Ситуация на линии фронта. Прямо сейчас поговорим с военным экспертом, майором запаса вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в нашем эфире. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас в нашем эфире. Добрый день. Алексей, это уже далеко не первый визит Александра Сырского в Бахмут. И последний, вот такой примечательный, сразу после того, как основатель ЧВК Вагнер позавчера вечером где-то там говорил о взятии Бахмута. Что скажете вот о такой дискредитации оккупантов самих себя? Ранее они говорили о том, что раз 15-20 брали криминуемые, мы это все помним. Теперь практически каждый день на протяжении этих 10 месяцев говорят о взятии Бахмута. Вы знаете, вот если, ну то, что они говорят, они постоянно, да, они несколько раз брали Бахмут, несколько раз брали Солидар. Они говорят неправду, но вот если задуматься, вот зачем им это говорить? Рано или поздно это все равно правда всплывет, и тогда получится, что они просто их поймают на лжи. Вот, как говорится, сбрыхавши, соврамши, точнее, российское такое. Знаете, а может быть они просто таким образом хотят провернуть вот такую вот, ну не очень хитрую операцию. Смотрите, если они сейчас сообщат, что они взяли Бахмут, ну для средств массовой информации в Российской Федерации, а потом мы их оттуда выбьем, то как бы они объяснили внутри Российской Федерации, что они не смогли взять город? Ну вот давайте, вот они не смогли взять город, мы их оттуда выбили, и они отступают. Это было бы, ну, очень сложно им объяснить. А так, смотрите, как интересно получается. Они сказали, что они город особо захватили, а потом их оттуда выбили. Они могут это интерпретировать как жест доброй воли, что они просто сами так решили для того, чтобы там не обострять, ну и что-нибудь там придумают. Тогда у них как бы, они изначально готовят себе оправдание на то, что когда мы их оттуда выбьем, чтобы было что рассказать на телеканалах Российской Федерации. Я думаю, что вот такая причина, вот постоянных разговоров про то, что они там что-то взяли. Чтобы потом можно было оправдать себя, что они взяли, но потом, видите, все нормально, они просто отошли, и вот такой жест доброй воли. Да, стратегическая перегруппировка. Помните, как говорил в свое время Коношенков? Кстати, как считаете, почему потухла звезда этого Коношенкова, спикер Министерства обороны Российской Федерации? Он говорил многое, а россияне потеряли к нему интерес, как мне кажется, после того, как он ничего не сказал о харьковском контрнаступлении вооруженных сил Украины. Утверждал только то, что все идет по плану. Как вы считаете, почему сейчас нет слова? Да, да. Я думаю, что не все зрители видели его выступление, этого человека, но вот кому посчастливилось или не посчастливилось послушать его, вы знаете, наверное, даже какие-то красные линии из Российской Федерации, потому что то, что он говорил, было видно, что он говорит звучный текст, и вы знаете, он просто выглядел как идиот, даже в глазах, по-моему, российских телезрителей. Поэтому те продюсеры, которые, ну, занимаются пропагандой, они решили, что, ну, знаете, это уже шаг за край, и они просто его убрали. Потому что, ну, ну, просто, ну, это нужно смотреть. Ну, человек с таким выражением лица говорит, такой идиотизм, ну, куда ему там до Соловьева? Поэтому его и прибрали. Видимо, поменяют на кого-то более такого... Может, на повышение в Кремль пошел, теперь будет сладкие речи Путину рассказывать? Он же любит слышать то, что хочет слышать. Вот этот персонаж как разлинился. Да, ну, может быть, да. Может, они найдут друг друга, встретились два одиночества, ну, может, так и будет, да. Алексей, ну, Россия громко анонсировала, также устами Коношенкова, большое зимнее наступление. Оно, вероятно, провалено. Да, им удалось чуток продвинуться ценой десятков тысяч своих военных. Но, вот что дальше. Скажите, как оккупанты планируют свое будущее? Они часто кричат сейчас о наступлении на Одессу, на юг страны. Какие силы есть еще в запасе у нашего противника? Ну, как сказал министр обороны Великой Британии, что сейчас на линии фронта воюет 97% российской армии. У них нет еще одной армии, которую они могли бы привлечь к этим боевым действиям. В принципе, здесь воюют, ну, воюют, кроме тех, кто находится в пункте постоянной дислокации, то есть на местах, воюет вся российская армия. Это и было, и есть их большое наступление, которое было так анонсировано. Они рассказывали про то, что они прорвутся через Бахмут, потом будут двигаться на север в сторону Лимана и Славянска, окружат нашу большую группу, группировку. Следующий шаг они будут двигаться на юг, в сторону Улидара, и там снова будет двойное кольцо. Ну, короче, рассказывали много чего, ничего у них, естественно, из этого не получилось. Тут очень важно, что еще до начала, вот до январского начала этого наступления, говорила на разных информационных площадках о том, что при таком большом количестве живой силы и пока еще техники, возможно, что в Брах продвинется на небольшие участки, на небольшие расстояния на некоторых участках фронта. Так и получилось. Он продвинулся даже не на десятки, а просто на километрах, где-то на метры. В принципе, это ожидаемо. При такой массированной атаке это даже допустимо. Мы занимаемся активной обороной, то есть мы не стоим на одном месте, там, как говорится, пока есть силы. Мы активно перемещаемся, мы меняем позиции. Поэтому вот это и все, на что они были способны. Дальше рассказывать про то, что они усилят. Ну, хотелось бы узнать, о чем они собираются усиливать. У них, ну, одну, вторая армия мира, первую, вторую армию мира мы уже разбили, потому что уничтожили, точнее, потому что там больше 200 тысяч, ну, около 200 тысяч уже погибших. Теперь мы начинаем потихонечку уничтожать вторую, вторую армию мира. Я думаю, что у нее же такая же судьба, как и у первой, второй армии мира. Я так пытаюсь пошутить. То есть, ну, смотрите, у них нет сейчас необходимой техники, главной техники, которую они могли бы обеспечить своих вот свежемобилизованных военнослужащих согласно их же нормативам. Поэтому, с одной стороны, им не хватает техники, ну, и всего, артиллерии не хватает. А с другой стороны, пока еще там достаточное количество на линии фронта и живой силы, и техники. Поэтому говорить о том, что мы их очень просто победим, вряд ли. Но перелом, ну, вот, ну, лично на мою субъективную точку зрения, что перелом уже наступил в их наступлении, и они уже делают позиции для обороны. Они готовятся перейти к оборонительным действиям. Ихние пропагандисты, в том числе, тоже самое Соловьев, рассказывают, что очень много оружия было поставлено в Украину, что наши вооруженные силы готовятся к наступлению, и что по этому поводу не нужно иронизировать, как он говорит, нужно готовиться к серьезным боям. То есть они, в принципе, уже, даже пропагандисты, которые должны там, ну, врать так, что аж, ну, и не краснея, как говорится, они уже готовят общественное мнение к тому, что они будут обороняться, ну, и, соответственно, будут, естественно, отступать, а мы будем наступать. – Пропагандисты врут так, что аж взрываются. – Да, да, вот это хороший подарок, хорошую советку подарили, очень грамотно. Вы знаете, я думаю, что вряд ли это все-таки была спецоперация наших диверсантов. Скорее всего, России нужна была сакральная жертва для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит на поле боя. И вот этот татарский был принесен в жертву, ну, на 3-4 дня, на неделю, видимо, информационное поле будет этим заполнено, а потом, ну, наверное, будет новая жертва. Может, и Иркин, может, еще кто-то, Аксенов, кто-то у них, кто-то у них на очереди. – Алексей, мы буквально перед вами говорили в нашем эфире с представителем Главного управления разведками и наобороны Украины, Алексеем Андреем Юсовым, и обсуждали то, что Украине важно сейчас всех военных преступников, в том числе и Роспропагандистов, которые призывали к убийствам, к обстрелам наших городов привлечь к ответственности и отправить их в суд, а не убивать. Поэтому, конечно же, Украина не причастна к тому, что произошло в баре «Патриот» в Санкт-Петербурге. Но это уже внутренние разборки Российской Федерации. – Скорее всего, да. – Да. Давайте еще с вами обсудим о запасах нашего противника мы поговорим. Накануне руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрошковский заявил, что враг сейчас на диете с боеприпасами. Но при этом еще есть у него, конечно же, какие-то силы для попыток штурма. Как вы объясните возникшую нехватку боеприпасов у оккупантов? Еще полгода назад они могли использовать 60 тысяч боеприпасов в сутки. А сейчас вынуждены экономить. Они не рассчитали своих сил? – До 80 тысяч были дни, когда было до 80 тысяч выстрелов за сутки. На начало, ну, знаете, такая цифра, на начало полномасштабного вторжения у них было по разным оценкам от 15 до 20 миллионов снарядов разных калибров. Ну, большая разница в 5 миллионов, это понятно, что это неточные данные. Ну, давайте считать, даже если 20 миллионов, то посчитать столько, сколько они стреляли, в принципе, у них они должны рано или поздно закончиться. Потому что, ну, даже большой запас, он все-таки не бесконечный. У них действительно, они сейчас, их сейчас перевели на, ну, если они стреляли без, ну, столько, сколько было, сколько могли выстрелить, столько и стреляли. А сейчас им ввели нормативы, то есть на каждый ствол, на каждое подразделение определенное количество снарядов. Если они выпустили в какой-то день больше, чем положено по вот этому новому нормативу, по новому графику использования, то на следующий день они будут, тогда приходится им экономить. Ну, такого раньше не было. То, что у них заканчиваются снаряды, показательно еще и то, что были, ну, несколько видео, несколько сообщений о том, что те снаряды, которые они поднимают со складов, многие из них уже покрыты ржавчиной, то есть они там долго хранятся, не факт, что у них вообще снаряд этот стрельнет, и что, ну, ржавый снаряд приходится отмывать керосином. Если они взяли за такую работу, то это уже точно, что у них, ну, если не заканчивается, то уже близки к тому, чтобы заканчиваться вот эти артиллерийские снаряды для их, и для артиллерии. Поэтому это позитивный для нас сигнал, тем более на фоне того, что нам пообещали в течение года как минимум миллион снарядов. Я думаю, что мы уже на некоторых участках имеем паритет по выстрелам с Российской Федерации, а при такой помощи наших союзников, я думаю, что у нас будет преимущество в артиллерии. Тут очень важно, что у нас уже преимущество по поражающей способности артиллерии, потому что она более высокоточная, и нам надо тратить меньше снарядов для того, чтобы достигнуть определенной цели. А если еще будет одинаковое количество по выстрелам, то по разрушительной способности наша артиллерия будет, ну, точно, что несколько раз превосходить артиллерию врага. Еще маленький нюанс, буквально 30 секунд. В общем, у нас достаточно времени, да. А, есть, да. Я просто сюда... Нет, у нас достаточно с вами времени, можем говорить. Добро, смотрите, тогда еще вот их не... Они практически не меняли стволы своих артиллерийских систем. Сначала полномасштабное отражение. Каждый ствол имеет определенное количество выстрелив, после чего его надо... Ну, его просто нельзя отреставрировать, его надо просто поменять. Были фотографии о том, о разорванных стволах российских артиллерийских систем. Они, по разным оценкам, если в среднем, ну, как это в среднем нельзя говорить, как средняя температура по палате, но пусть будет в среднем, ихняя артиллерия израсходовала свой ресурс примерно на 70-75%. То есть где-то уже 100% некоторые стволы могут просто разорваться. Или снаряд может не вылететь, или он разорвется прям... Или полетит не туда, куда надо, потому что там пропадает точность, когда, ну, простите, такие слова, раздолбанный ствол, оно летит уже непонятно куда, и он может развиваться. Поэтому вот... А что с ЛПК тогда от России в данном случае? Имеют ли они возможность ремонтировать эти стволы и выпускать достаточное количество снарядов? Или же действительно им придется, как вы говорили, отмывать керосином их? Да, они уже отмывают керосином. Дело в том, что то количество снарядов, которые они выстреливают, и то, которое они могут производить, я точную цифру производства вряд ли смогу сказать, но по оценочным, где-то примерно в два-три раза они могут производить меньше, чем они расходуют. Поэтому рано или поздно у них просто резерв закончится. То же самое связано и с ихними ракетами, и с ихней тяжелой техникой. Уральский вагноремонтный завод, например, может производить в месяц не больше 20 единиц, ну, и не больше 20 танков, проще говоря. Хотя там привлечено к работе 3000 человек, они работают в три смены, без выходных, но 20 танков – это все российское ВПК, которое может производить. Вот поэтому они в том числе вынимают со складов танки, не только уже Т-54, Т-55, а танки ИС, тут это сокращенно Витасев Сталин, которые воевали еще во Второй мировой войне. Я думаю, что Т-34 где-то у них тоже. С постаментов, они же пропагандисты, их не рассказывают, что если мы снимем с постаментов, с памятников Т-34, которые стоят в моих местах России, то это можно создать целую танковую армию. Я думаю, что кто-то, видимо, так ляпнул в шутку, а они, я так понимаю, что, наверное, сейчас серьезно этот вопрос рассматривают. Ну, представляете, с одной стороны, Т-34, с другой стороны, Леопард или Челленджер. Ну, смешно просто. Осталось конницу еще, вот конницу Буденова еще, и все будет удобно. Алексей, давайте с вами поговорим еще о ситуации в Беларуси. Накануне по приказу нелегитимного Лукашенко там началась внезапная проверка боевой активности, боевая проверка войск армии Беларуси. Что скажете об этих движениях? С четвертого по шестого там проводится что-то типа учения, это известный факт. Там были очень интересно замечены действия, когда военнослужащие Беларуси с шевронами Z, то есть непонятно, в какой армии они находятся. Проводили учения, и много было информации про то, что люди готовы выполнить любой приказ. Ну, опять же, я думаю, что его поперло, простите за такие слова, немножко ихнего бульба-фюрера. Опять какие-то разговоры дойти до Ла-Манша, если что. То есть я думаю, что это было сделано все-таки больше для внутреннего потребителя, потому что были разные информации по оценкам боеспособности белорусских войск и по настроениям в белорусских войсках, то там под 90% военнослужащих не хотят воевать в Украине, они вряд ли будут принимать активное участие в боевых действиях. И есть такая очень интересная информация, это Аюна, но известный белорусский такой сайт. Есть такое предположение, что если будет дан приказ перейти границу белорусским войскам, украинскую границу, и им раздадут полностью оружие, то оружие и боеприпасы, потому что им там не очень сильно их обеспечивают, то очень может быть, что армия развернется в другую сторону и пойдет на Минске убирать ихнего фюрера, который их спровоцировал и заставил принимать участие в войне, в которую они не хотят. Есть и такая информация. Да, чего он, кстати, очень сильно боится, как говорят наши белорусские коллеги и белорусские оппозиционеры в нашем эфире. Он очень боится этих войск. А есть такая информация, ну, значит, совпадает тогда, получается, информация. То есть информация достоверная, скорее всего, потому что она пришла с двух независимых источников. Как правило, журналисты оценивают информацию как минимум с двух независимых источников, тогда она более-менее может быть правдивой. Алексей, ну вот еще о ядерном шантаже Путина давайте поговорим. Мы знаем, что в России заявили, что до 1 июля разместят ядерное оружие в Беларуси, ближе к границам Польши. Сегодня Шойгу уже заявил о том, что Беларуси передали ракетный комплекс «Искандер-М», способный нести ядерные ракеты. Скажите, а что с инфраструктурой для размещения этого ядерного оружия в Республике Беларусь? В каком она может находиться состоянии? В никаком, там нет никакой инфраструктуры. Давайте, смотрите, вот ракеты «Искандер», которые уже были поставлены в Беларуси, изначально, когда эти ракеты, это баллистические ракеты маленькой средней дальности, так называемые, они летают на расстоянии до 500 километров, они изначально проектировались, как наносители ядерного заряда. То же самое касается крылатых ракет. Ха-555, Ха-101, даже Ха-55, ну и не говоря же про кинжалы «Калибра», это ракеты, которые изначально проектировались, как носители ядерного оружия. Поэтому как-то специальные какие-то ракеты дополнительно туда подставлять в Беларуси, ну нет необходимости, они уже могут быть заряжены этими. Но для того, чтобы их зарядить, вот это тактическое ядерное оружие, в любом случае, это такая классификация, оно отличается от стратегических ракет, ну те, которые находятся в шахтах, где-то, то есть такие межконтинентальные баллистические ракеты, они уже изначально заряжены, там есть заряд, и они готовы, ну если что, там стартовать. Тактическое ядерное оружие, оно развозится по тем, ну по тем ракетам, или по тем крылатым ракетам, непосредственно перед их возможным применением. То есть оно не находится постоянно, там в боеголовке, допустим, «Искандера», там нету постоянно ядерного заряда. Его туда могут привести, если будет принято решение, использовать эту ракету как тактическое ядерное оружие. Так вот, в Беларуси нету места, где можно хранить, ну понятно, что должен быть какой-то, проще говоря, склад, где будут храниться это ядерные заряды, которые можно поставить в головке ракет. Это должно быть не очень далеко. А во-вторых, это во-первых, то есть там такого нету, но все ядерное оружие, тактическое, стратегическое, находится под очень жестким контролем наших союзников. Это космическая разведка, это просто разведка. И любое перемещение ядерных зарядов фиксируется. Пока информация о том, что есть хоть какое-то перемещение, хоть где-то ядерных зарядов по территории России или тем более по территории Беларуси, таких данных нету. Поэтому, скорее всего, это все-таки пропагандистские слова по размещению в Беларуси ядерного оружия. Не факт, что оно там будет размещено, но даже если оно будет там размещено, то точно, что вряд ли оно будет, его будет использовать, потому что приезжал же директор ЦРУ в Москву, когда пошли первые разговоры о том, что в этой войне в нашей может быть использование тактическое одерное оружие. И чтобы не по каналам, каким-то даже закрытым каналам связи, а непосредственно Путину передать информацию, что будет с военно-промышленным комплексом Российской Федерации, с вооруженными силами Российской Федерации и непосредственно с Путиным, если они, не дай бог, применят ядерное оружие. Рассказали, видимо, ему очень детально, и я думаю, что они четко понимают, что не просто сказали нашим партнерам, что вам будет плохо, а рассказали, как именно будет плохо, и они понимают, что защититься от этого они не в состоянии. Поэтому это, скорее всего, все-таки страшно. Алексей, ну мы помним, что разговоры о размещении ядерного оружия в Беларуси появились после того, как Великобритания заявила о том, что передаст Украине подкалиберные боеприпасы. Вот и хочется еще о военной поддержке нашей страны поговорить. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби накануне заявил, что уже на этой неделе Вашингтон объявит о новом пакете оружия. Как вы оцените сейчас эту военную поддержку? Есть ли промедление в поставках, или сейчас с этим уже лучше? Намного лучше, чем, допустим, весной и летом прошлого года, когда было некое проявление? Два слова про подкалиберные с урановыми наконечниками снаряды. Наверное, интересно, да, про это два слова сказать? Есть время у нас? Конечно. Смотрите, дело в том, что это снова пропаганда Российской Федерации о том, что это какая-то что-то похожее на ядерное оружие. Используя слово уран, ну, тогда, знаете, можно тогда слово водород, водородная бомба, то есть тогда что можно, что тоже оружие. Смотрите, в чем тут нюанс? Есть уран радиоактивный, есть его изотопа, это 235-й так называемый. Есть уран, который, ну, радиоактивный, такой же, как и, ну, как и любой камень, который лежит на дороге. Мы знаем, есть естественный фонд. В принципе, все элементы, вот все, что есть в природе, но все немножко радиоактивно. Так что-то больше, что-то меньше. Вот опасный, который может взорваться, если создать критическую массу, это 235-й уран. В руде, в урановом руде, который люди добывают и не получают повышенную дозу радиации, его содержится 0,7%. То есть вот того урана, который есть радиоактивным. Поэтому после того, как руду, после того, как руду вытащили из него, проще говоря, 235-й изотоп урана, вот он получился обедненный. В нем опасного элемента находится примерно 0,2%. То есть у него радиоактивный фон этого изотопа, 238-го изотопа урана, который используется в сердечниках, он меньше, чем природный фон радиоактивный в природе. То есть он вообще полностью безопасный. Просто хочу вам сказать, что из такого обедненного урана делают килли для катеров, для яхты. И его даже используют в новых рентгеновских установках, чтобы защитить человека, когда его просвещивают рентгеновскими лучами. То есть он используется как защиту от радиации. То есть он не радиоактивный, это брехня полная. Почему его используют? Потому что он немножко дешевле, чем вольфрам, который примерно такой же тяжелый, как и вот этот уран. Ну, чтобы было понятно, сталь, например, весит, ну вот кубик стали будет, квадратный сантиметр, будет весить примерно 7 грамм, кубик свинца будет весить 11 грамм, а кубик урана и вольфрама будет весить примерно 19 грамм. Он просто тяжелый. Если из него или из вольфрама, или из обедненного урана сделать стержень внутри снаряда, то он обладает громадной пробивной способностью, он может пробить броню до 700 миллиметров. То есть практически нету таких танков, которые он не может прошить лобовую броню. Вот в принципе можно было бы использовать и вольфрам, точно такой же был бы эффект, как и обедненный уран. Просто обедненный уран, после того, как его из него вытащили, все, что необходимо для атомных реакторов, где он используется, вот делают такие шаги, ну, эти самые трубочки, там уже идет реакция, атомная реакция. То вот обедненный уран, по сути, чистый ран. Вот его используют и делают пробивные просто снаряды. Ну, так как слово уран у многих людей ассоциируется с атомным оружием, то вот на этом, ну, простите, на незнание людей, вот таких нюансов. И пытаются сыграть российский пропагандист, рассказывая, что вот нам в Украину поставляют уже ядерное оружие и какие-то его компоненты, поэтому они тоже, как бы, имеют право сделать что-то в ответ. Это брехня полная, это расчет на людей, которые, ну, не очень знают, что это такое. Поэтому надо иногда про это людям, которые немножко знают, вот, физикам, ну, технарям, просто рассказывают, что это, ну, и еще такой маленький нюанс. Но если бы они были опасны, то вряд ли бы делали из него защиту для рентгеновских кабинетов, вряд ли бы делали кили для довольно дорогих яхт, которые покупают далеко не бедные люди, и вряд ли бы их использовали в британской и в американской армии, ну, как боекомплект, если бы они были рентгеновские, и подвергали бы опасности экипаж ихних, ну, или артиллерийских, или танковых систем. Поэтому, ну, это брехня полная. Ну, видите, конечно, играют на, благодаря этой игре слов про уран, на этом держится эта российская пропаганда. А если подытожить о военной помощи, о которой я говорил, скажите, сейчас... Да, военная, да, извините, я ушел в нашу сторону, просто это не важно. Военная помощь, смотрите, вот, Энстопен предложил выделять каждой стране по полмиллиарда, насколько я помню, долларов помощи Украине. В принципе, та помощь, которая нам идет от наших партнеров, ну, нам, вот многим из нас кажется, что она идет достаточно медленно, кажется, что она идет в недостаточном объеме. Ну, вы знаете, во-первых, наши партнеры, это законопослушные граждане, это демократические, цивилизованные страны, и они обязаны выполнять те законы, которые есть в их странах. Это, во-первых, а это все-таки исполнение законов, это определенные процедуры, обойти которых даже вот срочно, они просто не имеют права сделать. Во-вторых, у них есть их невозможности тоже, но они ограничены. Вот мы хотим, ну, большое количество танков хотели получить от Германии. Просто не все знают, что в Германии вот этих леопардов, которых мы хотим, на вооружение всего 300 танков. То есть, вся Германия, это 300 танков. Кстати, насчет Германии, были оценочные оценки по поводу мощности вооруженных сил Германии и Украины, то вот было посчитано, что та Германия, на которую мы так рассчитываем, их мощность их невооруженных сил равняется примерно одной трети мощности наших вооруженных сил. То есть, наша армия в три раза сильнее, чем армия Германии. У нас танков сейчас уже больше, чем в Германии. Когда мы получим все леопарды, челленджеры и абрамсы, которые нам пообещали наши партнеры, наши бронетанковые войска будут мощнее и больше по количеству, чем бронетанковые войска Германии. Поэтому мы большое спасибо партнерам, но вот у них тоже, ну вот, Германия же есть претензии, что они меньше двух процентов ВВП тратят на оборону. Я думаю, что вот теперь они трошечки усилят. Хочешь мир, готовься к войне. Да, хочется еще вспомнить слова вчерашние, которые сказал Владимир Зеленский. Он сказал, что у россиян и у российских войск еще время есть для того, чтобы покинуть территорию нашей страны. Иначе они будут уничтожены. Алексей, давайте на этом... Дай Бог, чтобы они эти слова услышали. Да, на этом призыве... Он сказал очень аккуратно. Это вторая фраза, которая, вот вы знаете, ну, вот две фразы, которые вот, есть время, и это вторая фраза, которая очень понравилась. Полминутки буквально. Мой понравился. Да, а первая фраза, помните, не курите там, где попало, курите там, где еще не попало. Две фразы, они как-то так вошли в народ очень плотно. Алексей, спасибо вам огромное за ваши комментарии. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины был с нами в эфире Freedom.